Лидер западной конференции, лидер всего чемпионата ЦСКА приехал на арену Металлург в Магнитогорск. В хоккейный город, чтобы встретиться с местным Металлургом Пистась и 86-й Макаров. И четвертое звено армейцев артистом 44-й, 13-й любимых и 25-й Жарков. Седьмой защитник науменков и еще 13-й нападающий Тамир Жафянов у ЦСКА. А вот армейцы сразу в зоне, бросок, и надо было забивать Радунову сейчас. Макаров, и Зарипов, и Коварш разворачивались правильно и чуть закатались. Армейцы выход два в одного, Зарипов, Мазякин, передача, бросок. Поэтому необработанно. Денисов. Артюхин. Четыре звена атакует ЦСКА. Все четыре звена. Артюхин вылез на пятачок. Опасно. Денисов. Шайба там на пятачке лежит. Арбитр потерял, мне кажется, ее из вида продавил. Вот они, сильное качество силового форварда. И как Жарков там трафик устраивает. Кошечкин молодец. В ближнем бою отборолся. Муршак, передача, пауза, Андронов. И не попадает одиннадцатый номер ЦСКА в пустые ворота. Вот самый опасный момент. Вот самый опасный момент. Шайба прыгала. Так ее с ребра уложить на общем плане трудно было разглядеть. На повторе. А когда отдохнуло, то выяснилось, что уже численного большинства. А это что, запасный? А Мазякин? Не знаю, что делать. Посмотрит, чем дело кончится. Пусты ворота. Бросок и гол. Денис Зарипов хоть под нулевым углом, хоть как угодно в этой ситуации, конечно, своего не упустит. У него два часа и пятнадцать минут времени было на то, чтобы прицелиться, приладиться, выверить этот бросок. И магнитогорский металлург. Не лучшее состояние, да, кажется. Ну, вроде как-то... Ну, тогда он в порядке, конечно, большой, мощный, вездесущий. А это... Любимов! Хотел уже обыграть Кошечкина. Не попадая в шайбу в ворота, и Любимов, и Артюхин. Немец. Дакоста. Так остроумно. Радулов! Дакоста! Брестатель. Да, конечно, вдвоем они, как два телепата, сейчас разыграли этот эпизод. Это, конечно, по другому поводу писал Александр Иванович Куприн. Шик и апельсин называется. Ну, просто красота. Вот посмотрите, и вон Дакоста уже один. И Кошечкин должен реагировать. Он никуда не денется. А Дакоста, мне кажется, зрячий еще, не закрыв глаза, а в противоход бомбанул. Это такая перетряска. Помните, когда был Макаров там заметен? Так вот скорость теперь от Жахарова, а пелок Макарова шла. А рассудительность и игра наоборот. Ну, пошли. Это ее опасная. Галима в шпагате. Шайба уводит в угол площадки. Против него Тим Брент. Пока очень грамотно. Это именно позиционно. Третья седьмой номер хозяев действует. Артюхин пас. Назад. Егоршев атакует. И вторая попытка будет. Через замах. По-моему, и мимо и выше прошла шага. Подбросок Егоршева. Дома номера в угол. И Кошечка справился. Выбрасывается с Кошаевой из зоны. Сейчас, конечно, не меняться пора уже. И тем, да и другим, кстати, тоже. Муршак. Передача. Кошечкин выручает. Но бросок в него пришелся. Если уж честно, совсем. И может быть, последняя опасная атака ЦСКА в этом периоде. Радулов. Нет, офсайда нет. Можно продолжать. Григоренко. Отбивал спокойно. Кошечкин знал, что добить будет некому. Еще передача. Пас на пустые ворота. И шайба туда заползает. И шайба туда заползает от Игоря Григоренко. Григоренко. Радулов. Проходит. Магнитогорцы скажут в нашей передаче. Нет, не от Игоря Григоренко. Это Кенек Бенюкова она туда попала. Вот пусть же пас делал. Смотрите, это все магнитогорское первое звено любит такие вещи. Вдоль ворот на раз-два. Да. Антиепин как здорово подключается вовремя. Бросок. Галина вступает в игровую. Шайбу отобрали у него. Опасно. Бросок Платонова. Вы видите разведенные руки арбитра. Ой, какой момент был. Ну давайте еще раз поглядим. Он же немец. Как перехватывает, а? Как перехватывает шайбу Денис Платонов. Паузу тянет. Бросок. Штанга. Лучший друг воротаря. Да? А вот теперь уже меньше. Теперь уже меньше сорока. Магнитка снова в зоне Брэнд. Передача назад. Очень грамотно. Просчитал Любимов эту ситуацию. Можно играть. А ворота пустые. Жарков. 25 номера отсюда забивают сегодня. 25 забил в одной команде. Во втором периоде в начале. 25 другой команде. Опять через часовую паузу. Но без вопросов. Итак, Владимир Жарков. Положи, что это должен быть ЦСКА. Потому что в момент формироваться было побольше. И большую часть времени играли лидеры с преимуществом. Но вот и сирена звучит. Продолжение следует.